Да, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. Я вот, честно говоря, уже даже не знаю, когда я перед этим здоровался. Пошло это в эфир или нет? Ну, я такой человек, я могу постоянно здороваться. Так, прямой эфир. Звездный город, да. Прекрасно. Ну, тогда давайте начнем. Прекрасно. Читая автора про Владимир, лайв-журнал, еще раз повторюсь. Сейчас стали популярны системы, которые можно обучить сигналами со всех домашних пультов. То есть, можно телефон даже перевести, переделать его в пульт и сделать из него универсальное устройство. Так вот, в предыдущем поколении этих коробочек, кроме ИК светодиодов, имели много излучателей различных диапазонов. В корпусе держались много антенн в виде по-разному намотанных катушек. А вот новые устройства лишены этих самых антенн катушек. Вместо целой кучи катушек, торчащих во все стороны все диапазоны антенны, напечатаны в виде орнамента на самой плате. Ну и вместо сложных схем под каждую катушку со всеми диапазонами частот, одна небольшая все диапазонная микросхемка. Проводили тесты. Оказалось, что тот самый орнамент на плате передает сигнал на большое расстояние, чем схема с классической антенной в старом варианте. Уже недавно в сотовых телефонах используется именно этот тип антенн. Да, уважаемые слушатели, если вам доводилось разбирать телефон, то раньше были телефоны с такими своеобразными антеннами, маленькие штырек и по краям какой-то идет ограничитель. То есть земля, которая позволяет фокусировать направление антенны, то есть излучений и приема. Вот. И если раньше у нас на телефоне торчала большая антенна, которые работали на более низких частотах, это 450 МГц, потом на 900, начала эта антенна становиться все меньше и меньше. А сейчас она у нас в диапазон перешла от 2.1 и 2.5. То есть так называемые VMAX, 3G и 4G антенны практически становятся вот такими плоскими и они практически, по сути, сделаны из фольги или вытравлены на платке. Вот. Пойдемте дальше. Уже давно в сотовых телефонах используется именно этот тип антенн. Чуть ли не на первых смартфонах HTC GPS антенны печатали напылением на крышке корпуса, даже не на плате. Вот у нас получается, вот вы видите, картинку и вот зигзагообразная система, это и есть антенна. То есть у нее только один вывод, это самый простейший вид антенны. И потом она уже соединяется с колебательным контуром. Здесь мы видим маленький кварцевый генератор, который задает частоту. Ну, мы не будем уникать сильно такую же схемотехнику, нам главное понимать общий принцип. Так вот, когда закрывалась крышка, замыкались контакты, антенна была подключена к чипу. Навигация работала. Вот видите плату, то есть никогда не надо пугаться, что плата кажется настолько сложной, потому что здесь в основном много резисторов, маленькая микросхемка, в которой есть маленькая программка, генератор частоты в случае подачи питания, то есть через вот вольт один, ну, минус вольт плюс, все это прекрасно работает. И вот RXDX, это обычно у нас съем приемного и передающего сигнала. Все не так сложно, как кажется. Ну, а дальше не бывают различные компоновки. Вот, соответственно, это уже зависит от производителя, то есть как он решил это все создать. Но суть всегда остается одна. Антенна, генератор, задающие устройства и резисторы для различных падений напряжений, либо фильтрации и различные конденсаторы или индуктивности. Но старается использовать большую индуктивность. Так вот, это Bluetooth модуль. Такие же антенны делают сейчас и Wi-Fi модуля, и на многих других. Всегда удивлялся, как это работает. Вот у нас опять похожая платка, видите, она чуть-чуть другого вида, но смысл остается тот, видите, эту же змейку, которая тут проявляется. Пойдемте дальше. GPS модуль несколько посложнее. Там целый букет различных диапазонов и способов передачи. Там вообще мрак. С широкополосной передачей, приемом одновременно многих устройств в одном диапазоне. Палитров много. Так вот, смотрите, у нас антенны обычные, имеют форму обычного переотражателя. То есть, есть рупора параболическая, есть двухзеркальная антенна, похожая на обычные антенны, которые у нас стоят на крышах, на домах, похожие на спутника. По сути, это такая же, только чуть усложненно. И пескоскопическая антенна. Даже иногда выговорят чуть тяжеловато по непривычке. Так вот, видите, обычные отражения, переотражения, как вы пользуетесь обычным зеркальцем. Вот, когда пытаетесь пускать зайчиков, тут практически принцип тот же, и нечему здесь удивляться. Я даже не удивлюсь, что берут просто обычного зайчика и подбираются, ну то есть, солнечного зайчика, тем, что светят, и покрывают зеркальной поверхностью, и начинают выгибать в нужной форме. Ну, сейчас уже у нас очень много всяких программ, которые позволяют это быстро напечатать. Опять же, тот противный ласточкин хвост кремлевской стены по центру. Да, вот это, видите, маленькие микрогенераторы. Обычно просто медь отпечатанная на пластинке. Обычно это все печатается на текстолите. И вот она вживую. И вот это обычные разъемы, вы можете купить их на радиорынке, это не проблема. Представляете, какой маленький размер вот этой системы. Обычно так исполняются фильтры, или фильтра, правильно сказать. Вот, у нас еще один пример фильтра. Тоже, видите, похоже чуть-чуть на камертоны. И ничего тут, конечно, особо страшного нет. Главное, нырнуть и посмотреть, и не пожалеть на это время. И вот показана динамика частот, которые усиливают, которые может передавать. И какие, потом уже отрезают, то есть, соответственно, идет падение. Вот, пойдемте дальше. Обычно, похоже на рога, конечно, оленя. Система, честно говоря, опять тот же, те маленькие резонаторы, камертончики. То есть, принцип работы любых антенн, это, по сути, оказываются камертоны. И вот вам обычный пример. То есть, различные подложки, где подключены, то есть, и на разных уровнях. Они переходят уже дальше по плате. То есть, они не обязательно идут в одной системе. Итак, продолжим дальше. И тут тоже показывает частотная характеристика. Где она выбирает какой сигнал. Видно, что на более высоких частотах. Вот, чем выше. Вот, фильтры нам нужны, чтобы принимать непосредственные сигналы. То есть, у нас излучателей много, а по сути, прием один. Дальше. Что там уже почти сильно любимым Фортом крепостью и его окружением? Смотрите, очень интересная структура. Я не знаю, откуда взял автор этот рисунок. Но Форт очень сильно похож, если рядом поставить Форт. Очень интересная картинка. Это его основание. И чем вам не направляющая антенна с фильтрами? И здесь все как бы входит в общую систему. Как пример, соответственно, можно посмотреть на это. Вот видите, вот эти маленькие рисунки. Они очень похожи на круги на воде. Но здесь эти круги делают просто много видео, выложенных в интернете. Видите, как берут жестко закрепленную пластиночку металлическую на одном штыре, в центре у него крепления. И посыпают мелкодисперсный порошок, то есть маленькие крупиночки. Пластину стараются выкрашивать черный цвет, а сверху высыпать белый порошочек. И начинают резонировать. Вот у нас показано, как раньше делали обычным способом. Человек брал смычок в старину и начинал вот эту пластину двигать. Точнее, смычком возбуждать в определенной частоте. И, соответственно, видите, получаются различные рисуночки. Задающий центр – это у нас вот этот центр перекрестия. И получается, что это место крепления. Дальше. То есть и где у нас получается свод, то есть получается, это называется пучность крепления. И обратите внимание вот именно на вот эти восхождения, где они находятся, где вот задается основной резонанс, где пустота. И вы дальше поймете, в чем дело. Вот у нас еще представлено много различных рисунков. На чем это было сгенерировано, полностью мне непонятно. Но я думаю, что это обычное, только уже с закреплением по краям. И резонанс находится снизу. И они дают любые причудоватые формы. Пожалуйста. То есть то, что мы можем увидеть и в природе, и на различных, скажем так, украшениях. Так. И что будет, если источников будет несколько? Тогда картина возбуждения нашего пространства может быть иной. А если присмотреться схемы структурных центров, то мы видим, где уже было это. А где? Ну вот смотрим. Вот наши церкви, уважаемые слушатели. Как ни странно, мы доходим до церквей этих старых зданий, которые строят наши зодчие и строили. Я не знаю, как сейчас. Они прекрасно понимают, как это происходит, процесс или нет. Но в старину прекрасно это понимали. Посмотрите. Самый интересный момент — это правый нижний рисунок. То есть, во-первых, в церкви ставились не зря по сторонам света. Это первое. И заметьте, там, где колонны, это отсутствие этих пучностей. Грубо говоря, колонны стоят как бы дополнительные резонаторы. То есть, от них тоже отбивается так называемый звук, электромагнитная волна. Можете проэкспериментировать. Это будет в церкви. Так, давайте тогда заглянем в чат и поуслышим, что же пожелания, что пишут наши слушатели. Так, еще раз обратите внимание, то есть, интересный момент. Вот просто обычный эксперимент с резонатором от отсутствия пучности, грубо говоря, и там стоят столбы. То есть, есть, скажем так, может кто-то слышал на стеклах, есть критические места, то есть, через которые вы можете воздействовать, и стекло лопнет. Даже самое сильное, очень закрепленное. Поэтому здесь интересный момент. То есть, ну опять микросхема, смотрите. И само здание. Пожалуйста. Это тот же резонатор, это те же системы фильтров. И обычно, где у нас вот есть алтарь, вот сходите в очередной раз, какой-то старый музей, который старше 200 лет, и вы увидите удивительную систему. То есть, там есть место выступления, это резонатор. Вот, и через которое, скажем так, вещает какой-то человек, священник, либо какой-то докладчик, и начинает воздействовать помимо голоса в каком-то электронном поле. Я это не исключаю, потому что священники до сих пор носят такую одежду, которая носит электроизоляцию. Не зря у них костюмы имеют очень большой размер, то есть, скажем так, полы до самого низа, и выше-то у них обязательно золотой ниткой, либо каким-то металлом. Это хороший экранирующий материал от электронного излучения. И на голове одевают, головной убор у них тоже имеет свойство, вот вшивается у него проволочка. Эта проволочка просто-напросто гасит наружный сигнал. То есть, некоторые люди прекрасно знают, что ранее и сейчас люди староверы и стараются вшивать вот эту полосочку вокруг чела. То есть, в полоску ее вшивать, либо головной убор носит такую вот тепочку, там, где вшита золотая полоска. Это для того, чтобы понизить внешнее влияние, скажем так, электромагнитный импульс. Может, это покажется фантастика, но это все в единую русле идет. И не зря цари носили короны. Короны, шапка, мономаха и так далее. Но продолжим. Мы возвращаемся к нашим городам. Здание из старины. Что ж тут у нас спрятано? Так, принцип работы у сводчатой конструкции, появившейся в русской архитектуре. Ну, мы не будем туда заходить по этой ссылке, пойдем дальше. И тут знакомые лица. Алтарь-престол, получается, находится вот здесь. Вот сейчас попытаемся открыть. Получается, это у нас основной генератор. Алтарная преграда жертвенник очень похож на модулятор. Дополнительный фильтр, модулятор, общий сигнал. И диаконик. Честно говоря, я структуру до конца церкви не знаю, потому что я не заканчивал семинарию. Но очень интересный момент. Заметьте, там, где стоят колонны, они находятся в местах, там, где нет резонирующей частоты. И поэтому не подвержены, грубо говоря, и разрушению, и влиянию. Но при этом они являются переотражающими устройствами самого сигнала. То есть мы будем пока ссылаться на звуковой. И, пожалуйста, почему в здании вы можете в одном углу сказать тихо, и человек в противоположной стороне или совсем в другом месте может услышать ваш шепот. Я вам советую заняться самим некоторыми экспериментами во время экскурсии, как развлечения и миропознания, скажем так. Вот у нас то же самое. То есть у нас есть алтарь, престол. Это, скажем так, генератор. И получается вот у нас резонирующая такая вот система. И здесь у нас находится паства. Грубо говоря, посетители какого-то заведения, храма. Всё то же самое. Там, видите, колонны стоят в пустых местах, где нет упущности, но они являются переотражателями. Здесь уже они круглые. Если где-то они квадратные, то в данном случае уже они круглые. Идём дальше. Непонятные столбы с маниакальным упорством расставляют внутри строение строительной данной архитектуры, даже не пытаясь обосновать их необходимость. Да тут и так всё понятно. И всё. Это убойный аргумент. И посмотрите, очень интересный момент. Тут уже не зря церкви ставятся по, опять повторюсь, юг и восток, запад. Вот они обязательно ориентируются по сторонам света. Смотрите. То же самое. Очень интересный момент. Вот это у нас модуляторы. Это очень похоже на кинескоп, грубо говоря, системы. Вот у нас ход, грубо говоря, храм. Вот система фокуса. Видите, идёт полукругом. Вот здесь вот у нас дополнительные модификаторы и фильтры. То есть как вот в том верхнем примере. Видите, они имеют разные чуть-чуть структуры, но принцип остаётся тот же. И обратите внимание, что священник стоит всегда в фокусе вот этого полукруга. Ну или старается, если он знает. И алтари там практически стоят. Так. И тут всё, кстати, подписано. Средние крестия. Апсида. Вот, честно говоря, я не знаю, что это. Но я больше чем уверен, что это просто система. Ну, то есть типа алтаря, как у нас используется. И вот, пожалуйста, он в фокусе стоит эта система. Оно всё резонирует и усилится. И прямо уходит в зал. То есть хор только является вспомогательным усилителем. Ну, давайте перейдём дальше. Тоже как бы интересный момент. Вот у нас звёздный город. Мы не зря о нём говорили. Имеет вот такую вот структуру. Здесь его, правда, наперевернуть. Но неважно. Получается, тоже интересная структура. Имеет свои опоры. По сути, там отсутствуют, либо отсутствуют, либо являются главные импульсы. Источники главных импульсов опорных. И потом уже создаётся какой-то сигнал. То есть сигнал можно применить и в мирных целях. Это у нас радиопередача, просмотр телевидения и в этом духе. Но этим же сигналам можно и навредить. Это уже для многих не секрет. Ну, пойдёмте дальше. Акведук. Скорее всего, акведук, это сами по себе были такие резонаторы, фильтры. А передача воды, это было только вторичное значение этих систем. Потому что поднимать воду на высоту, не знаю, это больше эстетический такой подход. И вот мы видим очередную церковь, чем вам тоже не резонатор. То есть главная пластина получается. Тут чуть-чуть она удлинённая для того, чтобы увеличить количество слушателей. И вот показаны тут пучности мелкой точки. К сожалению, вы их, может, не увидите на экране. Но тем не менее, опять та же картина. Колонны стоят там, где практически усилений нету. Они являют, колонны стоят все перетражателями. И вот у нас главный модулятор, откуда выходит вот сигнал. И вот идёт это всё на выход. То есть с востока на запад. Ну, здесь это, видно, из церкви была старого образца. Полуразвалины. Фотографируется. Ну, ничего, идёмте дальше. Повторять не буду. Практически то же самое. Здесь уже сделано в виде креста. Но суть та же. Колонны усиливают топучность. То есть они и фильтруют, грубо говоря, вот эти сигналы шума дополнительные. И экранируют даже. И вот там, где белый у нас крест, это идёт основная передача сигнала. Но здесь, видите, как ни странно, модулятор находится посередине. Ну, очень похоже на антенну, которую вы пользовались, ваши родители ставили, на обычное телевидение. Обязательно у него есть тыльная, как бы, решётка опорная. И вот много-много-много-много различных вот маленьких вот этих палочек. Так, идёмте далее. Так, и тут много комментариев различных. И купол, да, золотой. Обязательно без него никак нельзя. Не беднее каких-то. Ну, про купола это тоже можно говорить долго. Ну, можно сказать, просто такое экскурс, что купол имеет форму тоже, опять же, антенны как снаружи, так и вовнутрь. То есть люди, которые стоят непосредственно под куполом, находятся под своим же или массовым, скажем так, излучением. Оно возвращается, у человека появляется так называемая благодать. То есть человек варится, по сути, в своём соке. Тоже интересный момент. Тоже своеобразная свеча антеннам. И вот, посмотрите. Такие уж сложные все эти вот системы, когда мы их начинаем с чем-то сравнивать. У нас здесь представлено два вида фильтра. Они по структуре очень простые. По сути, это, видите, камертоны. Камертоны чуть-чуть разных форм. Но при этом, как видите, эти пластинки, если не будут резонировать между собой, сигнал передавать, то, конечно, не будет проходить. А если пластинки, видите, практически одинаковой длины, то будет только передаваться сигнал в определённой частоте. Вот вам и фильтр. Так называемый. Дальше. Ну, здесь уже указано, как печатается на микросхемах. Мы не будем сильно вникать. Вот интересная форма. Всё просто. Вот входящие, вот исходящие. И вот вам камертоны. Тут уже камертоны в виде, скажем так, уже с таких странных фигур. Но, тем не менее, принцип остаётся тот же. Так, и вот у нас показана, вот схема тоже, фильтр имеет тоже своеобразную форму круга. Опять, это всё резонанс. Ну, перейдём в самую интересную часть. Вот видите, здесь вот эту картинку хотелось обратить внимание. Смотрите. Внутри получается, ну, транзистор, который в современной технике. В старину здесь стоял какой-то Аполлон. Он жертвенник в этом духе. А по краям какие-то странные рисунки на полу. И выставлялись своеобразные колонны там. Маленькие какие-то скульптурки. Но они очень похожи на той же антенны. Ну, смотрите. Вот эта маленькая микросхемка имеет подложки. Вам ничего не напоминает? Вот эти вот подложечки. Это очень похоже на современные колонны, которые у нас держат старые храмы. И не удивляйтесь, это вот... Оно всё перешло просто в электронику. По сути-то. Если мы до конца посмотрим на колонны, то есть мы не будем пугаться эту электронику. Мы прекрасно будем понимать, как она работает. Резонирует практически то же самое. И, скажем так, вот у вас выходной сигнал. У вас колода, получается, тоже делает фильтрацию и позволяет резонировать вот этому излучателю. Пожалуйста. Тот же резонатор. Только с выходом на определённое место. Вот у вас опять колонны в старинных храмах. Тут показывают... Ну, конечно же, готический стиль и романский немножко отличаются. В данном случае готический. Но здесь очень всё красиво. Вот у вас микроподложки и вот ваш храм. Смотрите. Чем вам плохо? Вот у вас микросхема. Пожалуйста. Подложечки, подложечки, которые резонируют. Модификаторы. Каждая подложечка тоже может по-своему подаваться. На ней сигнал убираться. И даже она может быть многоярусная. Как вот здесь вот показан храм. Ну, платы уже есть и четырёх, и шестиярусные. Так что тут ничего такого сверхъестественного. Ну, и вот картина с маслом. Типа храм Афины или Аполлона. Пожалуйста. Обычный вот у нас резонатор и колонны. То есть они и поддерживают и крышу, кто-то скажет. Конечно. Но, тем не менее, почему нужно столько колонн? Можно просто вывести кирпичную укладку и всё. А нет. Тут всё гораздо... И обязательно вот у всех структура практически повторяется. Люди раньше, наши предки, прекрасно знали, как это всё работает. Вот. Вот у нас опять пример по поводу электроники. Мы не будем долго задерживаться. Очень много. То есть этих примеров фильтров. Вот вам и храм, и вот вам схема. То есть долго я как бы не буду на этом застрять внимание. Это уже мощность сигнала в вашем храме. То есть в данном случае микросхема – это микрохрам. Вот. И тут уже выдача по частотам. А это уже, как получается, если есть у нас излучатель, кто-то стоит, скажем так, с одной стороны храма, жертвенник кто-то усиливает, скажем так, сигнал, и он излучается дальше. Очень интересная система. Вот вам обычные фильтры, то есть уже, я так понимаю, уже где-то в СНГ производили. Так, далее. Это уже волноводы, волноводы фильтр. Тоже, видите, микрорезонаторы стоят. Даже вот старинной вот видите рисунок, видите креста. А почему бы и нет, окна сделают тоже в виде резонаторов. И вот вам различные формы. Вот звездный город. Вот часть вторая. Почему мы так и назвали этот ролик? Да потому что вот у нас в основе тоже указывается. В прошлый раз я вам говорил, что пытался указать на это внимание, но многие проигнорировали. Это у нас видимая часть, а вот это подземная. Смотрите, это вот смысл ставить так перегородки. Только смысл для того, чтобы либо гасить какую-то волну, либо ставить микроизлучатель в этом месте где-то снаружи. Но чтобы не передавалось на само здание. Вот. Это система гашения сигнала снаружи. То есть, скажем так, это оборонная система. Но тогда зачем она настолько сложная, если это не было электроникой? Внимательно посмотрите на вот эти вот черные перегородки. И они находятся в подземных этажах. На подземном уровне. Ладно. Давайте тогда перейдем уже к следующему рисунку. Фильтры. Вот вам волноводы обычные. Все то же самое. Антенны. Они практически работают в одной системе. Катушки. Вот. Почему некоторые рисунки в полах сделаны в храмах? Очень интересно. И если можно присмотреться, там даже в старинных храмах чуть-чуть видно арматурин. А вот вам резонатор. Очень интересный. Обратите на него внимание. Он должен вам потом подсказать какую-то вещь. То есть, это антенна. То есть, она имеет свойство легкой настройки. Это, кстати, все антенны. То есть, это очень похоже на катушку Теслы. Бифолярную. Вот. Это обычный излучатель. И может быть точечный. А вот эта подложка большая. Такие антенки, кстати, вот в виде спирали на подложке. Очень напоминают антенну в некоторых телефонах. И простейших устройствах для машинок радиоуправления. Это рупорная антенна. То есть, тоже ничего сверхъестественного. И вот плоская. То есть, рупорная очень напоминает настоящий рупор. То есть, если вы хотите сравнить, как это работает, это то же самое рупор. Но только на более высоких частотах. Так. А здесь у нас плоская антенна. И вот здесь вот черными вот этими кусочками показаны. То есть, вот эти перегибы, критичные точки, где гасится, скажем так, ненужный сигнал. И как только он проходит все вот эти углы, то он уже излучается на общей пластине. То есть, и антенна, и в то же время фильтр. А, вот теперь смотрите. Интересное место, да? Вот вам антенна. И вот вам меч. Конечно же, это остаток. Некоторые подумают, что вот этим мечом рубать очень удобно. Я, честно говоря, сомневаюсь. Потому что выгоднее его сделать насечку в верхней части. И здесь более режущую и проще ее натачивать. Потому что если вы об кого-то случайно ударили или об камень, то он может потупить, вам тупить, точнее, натачивать затупленное место очень тяжело. Поэтому лучше плоско. А здесь нет микроволны. Не буду далеко уже уходить от этого. Но вот эти волны есть микрорезонаторы. То есть, кто видел высокочастотные волны, много экспериментов в интернете. Есть вот, я забыл, как называется эта лестница. Здесь вот идет микроразряд. Получается, вот резонатор. Здесь осталась только ручка, металлическая. Скорее всего, здесь и был изолятор, и намотана индуктивность, и какое-то было питание, как электрошокер. И это средство было такое, как, скорее, как электрошокер на большие расстояния. То есть, чтобы подальше стоять от объекта. И цель у него была больше оглушить. Вот, может, некоторым слушателям покажется смешно, но у этого автора есть тематика такая, как старину мечи производили. И они тоже имели резонаторы. И есть старинные картины, на которых люди на меча бьются электричеством. Если мы думаем, что мы развились дальше, чем наши предки, мне от этого только смешно, потому что наши предки гораздо больше знали. Но только пользовались в другом контексте. Не будем дальше уходить. Тоже резонаторы. Микроподложки тоже являются своим родом и фильтрами, и переотражателями сигнала. И вот простейшие антенки. Вот у нас есть обычная пластинка. Потом, как ее модифицируют, улучшают сигнал. И пошло-поехало. То есть, последний вариант, когда уже самое лучшее излучение. Я прошу прощения, я сверху неправильно сказал. Вот там, где вот эта ямка, тем лучше передается сигнал. Чем больше вот этих ямок, тем больше диапазонных частот он передает. То есть, минус 40, это возможность передавать и принимать более качественный сигнал. То есть, вот у нас на определенных частотах это 3,3, 3,4 ГГц. И вот у нас 5,7 ГГц. А вот у нас простая пластинка. Она имеет только черного цвета. Вот такие вот ямки. Она не очень качественная. Вот так вот и создаются у нас очень важные технологии, которые знают только великие ученые и только знающие люди. Вам нужно, чтобы это узнать, работать в какой-то корпорации. Да нет, вот, пожалуйста. Обычные открытия, которые используют наши дедушки и бабушки. Тут очень много всяких примеров фильтров, антенн. Тут уже и балкончики вот эти окажутся не зря строили. Для нас это красота. Для них это приемники-излучатели. И вот, смотрите, тоже арматурины, которые спрятаны в стенах. Ну, кто-то скажет для укрепления. Ну, я в этом сомневаюсь, потому что не во всех стенах их прятали. А во-вторых, шины в основном прячут только при использовании электричества. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ